всем привет сегодня с вами вилесов иван и сегодняшнее видео мы будем пытаться ремонтировать yamaha jok next zone если верить наклейкам которые на ней находится я на самом деле хрен его знает что это за мопед какая у него родословная я лишь знаю последние несколько дней из его жизни в общем-то скутер из бийска но из бийска я так понял что не скутер то стандрайдерский мне сегодняшние хозяева его сказали что купили они его только вчера сегодня пригнали ко мне а завтра они на нем хотят поехать в бийск на закрытие мотосезона и поэтому его необходимо очень-очень быстро сделать суть в чем его общем мне притащили с жалобой на то что он заводится при попытке показать он начинает сразу глохнуть но его тут пытались и завести поскольку достаточно холодно он в общем-то и на холостых уже даже не хотел работать чё-то схватывается могу предположить что карбюратор такой же затраханный как у дива 34 которые уже несколько раз ремонтировал но сейчас она вроде бы ездит хотя не знаю давно не видел но я предполагаю что забит карбюратор хотя мне хозяева перед тем как его прикатить звонили я у них спрашивал про карбюратор они сказали что что-то вроде там разбирали чистили сейчас посмотрим в общем есть поэтому драндулету несколько новостей радостные и не очень я почистил карбюратор ни хрена не изменилось но это ладно по всем признакам его очень сильно льет то есть свеча постоянно залитая особенно после того когда он заглохнет и в общем тут торчит какая-то гора правонов чего откуда хрен пойми электросхемы я на этот мопед в интернете найти не могу я предположил что возможно пропадает искра при повышении оборотов и искра действительно пропадает так и есть я тут попробовал подкинуть свою свечу но общем-то на моей свече на заведомо исправный тоже все получилось точно так же как и на той свече которая стоит здесь и сейчас я буду вращать двигатель древе и сначала искра будет а потом она исчезнет то есть как вы можете видеть искра исчезает при повышении оборотов я логично предположил что здесь наверное стоит какая-то ну во всяком случае должна была стоять как эта глушилка обычно такие глушилки стоят на боковых подножках то есть пока подножка боковая открыта двигатель работает на холостых но ехать не едет при попытке дать газу он начинает подглыхать вроде бы совсем не блок в частности на suzuki leds я такую фигню видел я думаю может быть и здесь что-то подобное должно было бы быть но это ну здесь в принципе нету подножек никаких это все видимо во имя стандрайдинга и все такое все украли но возможно тут из-за того что колеса больше стоят не было смысла от этой подножки он скорее всего до нее вставать не мог методом нехитрых размышлений определил что вот этот штекер это скорее всего штекер или а уход электроклапана потому что здесь идет черный провод черный провод здесь это минус здесь идет желто-красный провод желто-красный провод выходит из генератора идет в реле регулятор и идет вот сюда что как бы поскольку электроклапан работает от генератора обычно напрямую лично предположить что сюда должен подсоединяться был электроклапан остается открытый вопрос что вот это вот за два провода но вообще-то кажется кажется я понял судя по таким клевом и судя потому что они все замасленные здесь наверное стоял масло бак и это были провода на сигнальную лампочку низкого уровня масла значит раз здесь ничего как бы такого нету никаких проводов где-то близко где должна была бы стоять лентяйка я не наблюдаю могу предположить что дело коммутаторе а как это проверить подменного коммутатора не имеется у меня может быть конечно попробовать сюда подсоединить какой-то коммутатор допустим хондовский это не знаю какой нибудь чей-нибудь еще не знаю что-то я на самом деле замешательстве сейчас нахожусь и и и и и и и и и я его победил наконец-то после суток почти свистоплясок вокруг этого мопеда наконец-то она все заработала дело было в карты в коммутаторе вот в этом вот вместо него я поставил такой коммутатор это от какого-то джога поскольку их там и априо и нет зоны хер его знает сколько их еще в общем от какого-то тоже джога но нет как бы не такой этот коммутатор на шесть проводов я очень долго разбирался что откуда зачем какие провода пришлось лазить генератор разобрать посмотреть и вот только когда я там все разобрал посмотрел я понял откуда какие провода и что куда подключать значит вот эти два провода подсоединяются к высоковольтной катушки получается по сути как бы это плюс это минус не знаю там если поменять их местами что-то изменится или нет в общем то зелено-белый провод что черно-красный они оба выходят из высоковольтной катушки при этом как бы сама катушка сама по себе без этих проводов она не имеет связи по массе там допустим с корпусом двигателя там или с чем-то то есть нет ни этот провод не этот как бы он на массу не звонится но этот провод индуктивный датчик это бело-красный оранжевый провод это катушка зажигания черно-белый провод это замок зажигания для того чтобы глушить и просто черный провод это масса значит что купил я все то же самое но там нет от этого провода зелено-белого который выходит из высоковольтной катушки я подсоединил черно-красный к черно-красному так как он в общем то есть то есть выходит с генератора и заходит в коммутатор а поскольку из этого коммутатора не выходит зелено-белый провод я его подсоединил в разрыв проводом на массу просто на минус его химил на черный провод остальное все подсоединил точно также и что вы думаете все подсоединено зажигание включено но искры нет в общем получилось так искра есть тогда когда замок зажигания находится в положении выключен то есть при выключенном замке зажигания искра есть при включенном она проскакивает один раз когда начинаешь крутить и больше нет значит сейчас необходимо будет посмотреть замком зажигания что-то там возможно поменять какие-то группы контактов для того чтобы все работало как надо но а так в целом то есть теперь искра есть на всех оборотах не только на низких и стало быть номер прокатил я пробовал подключать как уже говорил сюда honda stick коммутатор и с ним искры у меня тоже не было но я вот сейчас уже могу предположить что искры не было по причине того что ну собственно kill switch был подключен и замок зажигания был включен то есть но скорее всего достаточно было выключить зажигание искра бы появилась а так в целом как бы вот обычный коммутатор отжога на 5 проводов просто берем зелено-белый провод с генераторов цепляем на массу и все работает дилемма однако не знаю я как поступить с глушением замком зажигания замке зажигания контактные пары поменять не получится местами потому что здесь работает но это же ямаха работает не так как все остальное то есть обычно замке две группы контактов это земля и черно-белый провод с коммутатора когда надо заглушить эти два провода замыкаются а помимо этого там еще и плюс разрывается обычно на замке то есть получается там две противоположности когда в одном положении замок находится допустим выключен то коммутатор на землю замкнут плюс разомкнут а здесь наоборот здесь вот коммутатор он работал так что когда замкнут наоборот вот этот так называемый тил свитч вот этот черно-белый провод когда он замкнут на массу тогда искра есть и на замке получается две пары контактов и они в одном положении обе разомкнуты в другом положении обе замкнуты допустим того какую-нибудь если взять honda там в одном положении будет одна пара замкнута другая разомкнута а во включенном положении будет одна пара разомкнута другая замкнута а здесь получается и это разомкнута это разомкнута другую поворачиваешь они обе замыкаются то есть получается как бы одно другому мешает если я сейчас вот так все оставляю как бы в принципе это замок зажигания работает да он там только наоборот теперь когда он вроде включена она выключена когда выключена вроде как включена вот к примеру стопу не мешает это нисколько работать то есть он он почему-то в обоих положениях ключа работает он светится а вот к примеру есть сигнал есть поворотники кстати я не знаю поворотники здесь работают или нет потому что честно говоря реле поворотников здесь не наблюдаю а когда здесь и поворотников нет фары здесь я не знаю есть нет просто мне его без этого пластика пригнали на рулету есть ничего как бы не было возможно у него фары и нету тогда в таком случае она как бы в принципе и без разницы что там будет так замок так так это включенный проблема то в чем проблема в том что вот этот коммутатор давал искр укола провод замкнут а вот этот коммутатор который я поставил он дает искру тогда как то этот провод разомкнут и то есть получается я включая зажигание у меня здесь как бы работает сигнал работает габарит но при этом нету искре я выключаю зажигание есть искра Да, мотор можно завести, но при этом нет сигнала, нету габаритов. Вот в чем проблема. И поменять, я-то думал, можно поменять контактные пары местами, но здесь такой замок зажигания, что не прокатит. То есть здесь вот я сейчас, как бы, я вижу два варианта. Либо искать точно такой же коммутатор, но мне в магазине, сегодня в трех магазинах мне сказали, ты его нигде не найдешь. Как бы вот именно такой, поэтому я вот тот и купил. Либо покупать другой замок зажигания, что-то тут городить, переделывать. Как бы в принципе здесь все равно светотехники никакой нету, поэтому я думаю, в принципе, то, что тут сигнал работать не будет, ничего страшного. Мне кажется, тут для этого харчается мелочи. Ну и собственно сейчас попробуем завести, потому что ведь мало иметь искру, нужно иметь ее в нужный момент. Сейчас попробуем, заведется ли. В общем, как оказалось, этот коммутатор сюда по опережению не подходит. Он работает, вот этот коммутатор, который я поставил, по началу выступа модулятора дает искру. А тот, который здесь стоял, он, видимо, давал искру по концу выступа модулятора. Таким образом, я сейчас его когда поставил, оно получилось слишком раннее зажигание. Оно было раннее настолько, что двигатель гораздо проще заводился в обратную сторону, нежели в свою нужную. То есть, в принципе, на этом скутере я тут немного по ограде поездил задом. Что я сделал? Я укоротил выступ модулятор. Вот он был такой миллиметров 60, наверное, в длину стал миллиметров, наверное, 20. И вот сейчас оно начало работать. Видимо, этот коммутатор, но поскольку он вот такой вот маленький, а тот был такой здоровенный, видимо, в том коммутаторе все-таки было мозгов побольше, там, наверное, была и отсечка, и, возможно, этот, как его назвать, механизм, не механизм, но какой-то, в общем, алгоритм его работы был, скорее всего, такой, что он сначала работал по концу выступа модулятора, а потом, видимо, начинал работать по началу выступа, для того, чтобы более раннее зажигание было на высоких оборотах. Этот же коммутатор, видимо, работает в каком-то вот в одном режиме, у него вот стабильно какое-то зажигание есть, и, в общем, ни влево, ни вправо, ну, поэтому он такой маленький, у него нету мозгов, он совершенно, в общем-то, тупой, ну, как я. И, таким образом, в общем, я укоротил выступ модулятор почти полностью, я экспериментировал там с его наращиванием, с укорачиванием, в общем, пришлось его срезать больше, чем наполовину, и сейчас оно заработало, и я вам скажу, этот скутер такой дикий. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, метет оно, конечно, эгэ-гэй. Вот, что значит мило. Я до этого ни разу не ездил на 3G, но, блин, мне очень сильно понравилось. Вот, если честно, по-моему, даже, по-моему, даже ТТР-125 не так валит, как вот этот полтинник. Я не знаю, хотя, может быть, там и не 50 кубов уже далеко стоит, но, в любом случае, блин, если не лучше, то на равных, наверное, они валят. Он попёрдывает, так, возможно, слышно было, попёрдывает по причине того, что почему-то вдруг оказалась откручена выхлопная труба от цилиндра. Не знаю, кто её откручивал, зачем откручивал. Но суть в том, что открученная, наверное, надо немножко подсобрать, подкрутить. Потом хозяин сейчас, кстати, звонил недавно, узнавал, как дела. Наверное, завтра будет готово, сейчас уже вечер. Достаточно темно уже на улице стало, хотя и не поздно ещё, без 28 всего. Немножко подсоберу хозяину. Завтра надо будет не забыть сказать, чтобы он взял с собой кожух обдува. Ну и тут по мелочи прикручу выхлопную трубу, так маленько пластик повешу. Пластик у него вообще, можно сказать, висел просто одетый на скуды, а по одному болту закручив на крепление. В общем, я так понял, он его зачем-то разобрал, а зачем разобрал он не. Ну, в общем, суть в чём? Суть в том, что, в принципе, удалось поставить коммутатор, неродной по сути, который работает совершенно иначе. И глушится теперь по-другому, и опережение у него работало по-другому, у старого коммутатора. Но, в принципе, вот, несколько часов размышлений на тему вполне себе проблемы решаемые. Можно всё это переделать. В идеале, конечно, надо было бы срезать полностью вообще выступ модулятор и наварить новый. Только начало у него должно было бы быть там, где конец сейчас находится у того модулятора, который есть на роторе генератора с завода. Но тогда, я не знаю, возможно, верхов бы не было. Сейчас он, в принципе, он и с низов хорошо валит, и на верхах вроде бы валит. Но на верхах он сейчас должен валить за счёт того, что у него сейчас раньше зажигание стоит, чем, по идее, должно было бы, наверное, стоять с завода. Хотя, чёрт его знает, может быть, вот этот коммутатор, который я поставил, он, наверное, и рассчитан на то, что немножко ранее будет зажигание, потому как он, похоже, фиксированный угол держит какой-то определённый. То есть он его не изменяет по мере набора оборотов. Короче, только китайцы, которые делали этот коммутатор, знают, как он работает. И то не факт. Ну, а на этом, наверное, на сегодня всё. Получилось такое, какое-то сумбурное видео, такое вот всё, особенно ближе к концу. Как-то, я не знаю, у меня уже самого голова плохо варит, я к тому же ещё немножко приболел. Надеюсь, что-нибудь понятно, кто-то что-то полезное почерпнёт для себя из этого видео. А на этом на сегодня всё. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока! Сейчас попытаюсь... Сейчас попытаюсь показать. Сейчас только пойду корове пиздель дам. Ой, блядь. Сука, пиздец. Точно вздохну ночью. Точно вздохну ночью.